Всем привет! Это новая подборка крутых вещей, от которых ты офигеешь! Это я тебе обещаю! Ну а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! А это геймерская колонка, у которой вполне неплохой внешний вид. У неё есть RGB-подсветка. Да, куда ж без неё в 2021 году. По словам производителя, объёмный звук. Регулировать громкость здесь проще простого. Принцип такой, к которому все привыкли. При помощи колёсика. Кстати, чуть не забыл. Подсветку здесь можно выключить. Вон оно как. И это на самом деле полезная фишка. Порой не хочешь, чтобы глаза напрягались. Работает как колонка по Bluetooth через 3,5-миллиметровый провод и при помощи USB. А это знаешь, что такое? Это радиоуправляемый носитель инфаркта для твоих друзьяшек. Ну или как по-другому её называют? Акула. Благо, игрушка не кусается, а лишь плавает. Хотя, если такая подплывёт к первой жертве твоих пранков, так мне кажется, больше плавать и не сможет. Ну и к тому, что её поломают тупо напополам от страха и выбросят в море. Скажу сразу, дальность работы пульта впечатляющая. Запустить в бассейн и спрятаться в кустиках получится. Уже представляю лица тех, на ком будет пранк. Это просто жесть. Сегодня купить себе нормальную машину – дело не из простых. Цены тупо сумасшедшие. А если уж и решился взять что-то новое, то готовься платить ещё столько же за дополнительные функции. Вон те же парктроники, раньше были доступны всем, а сегодня только избранным. Но благо есть кое-что для нас, простых смертных. Берёшь такой набор, откручиваешь старый номер с табличкой, вставляешь новый и прицепляешь следующую полоску. Она имеет датчики и подключается к смартфону. Показывает не хуже заводских, а стоит в разы меньше. Это новомодная посуда, которая представляет из себя стакан с допрезервуаром внутри. Ты ставишь посуду на приставку, прям как свой телефон на беспроводную зарядку, и кайфуешь от того, что происходит на твоих глазах. Система по всему стакану раздаст плазменный эффект свечения. А когда нальёшь воду, вся плазма перейдёт на нижнюю часть. Конечно, поначалу это покажется необычным, но давайте смотреть правде в глаза. Надо ли тебе это? Большинство моих вещей лежит где-то в шкафу, а про многие я даже забыл. Наруто! Саске! Да, я сам чё-то кринжа словил со всего этого. Ну, короче, забудьте. В общем, на очереди анимешная штуковина под названием Росинган. Так как я не особо шарю за эту движуху, сперва вообще подумал, что это миксер. А оказалось, это показывает какую-то там сверхспособность героя из популярной манги. Если кто-то шарит, расскажите, что это такое по-братски в комментах, а? А то я чувствую себя идиотом иногда. А это автотюнер для гитары. У него есть движок, который вращает гитарные колки. Функция вибрируемого метронома и удобный ЖК-дисплей, на котором отображается вся информация. Частота обнаружаемого звука у него от 27 до 670 Гц. А это говорит о том, что он подойдет и для любых гитар, и для того же банджо или укулеле. Ну а для полного кайфа можно загрузить приложение на смартфон. В нем ты сможешь устанавливать готовые настройки или сохранять свои. О-хо-хо-хо-хо! Это у нас не какая-то пластиковая дребедень, а вполне себе годный шлем железного человека. Его фишка в том, что он с голосовым управлением. Говоришь, Джарвис, открой маску, и он ее открывает и закрывает. Единственный минус – англоязычная озвучка. Да и говорить нужно по-английски. Open the mask или close the mask. Тогда программа тебя поймет. Хотя, если честно, я не считаю это значимым минусом. Ведь в наше время почти все знают инглиш или хотя бы школьную программу. Наступающая зима – не лучшее время для приобретения кондея. Но ведь к сезону цены будут лишь выше. Поэтому призываю тебя задуматься. Это Xiaomi Micro Who. Небольшая модель, имеющая три режима работы, много уровней скорости и простую удобную зарядку через Type-C. Работает кондей на холодной воде. Резервуар вмещает в себя один литр жидкости. Шумит вроде, как не сильно, 30 дБ, по словам производителя. По такой логике он может работать даже во время сна, что, в принципе, неплохо. Как сегодня только не украшают свои комнаты. Это просто шок. Люди RGB-ленты клеят, и диоды проводят, и рисунки светятся. Короче, Новый год – круглый год. Я это так называю. Вот поэтому я и решил показать новый вариант апдейта комнаты. Это прозрачные часы, которые хоть и занимают немало места, но определенно того стоят. Единственным минусом, как по мне, здесь является то, что с определенного ракурса будет непросто разобрать цифры. Хотя, может, это у меня со зрением чё-то. Это насадка для болгарки, которая стоит около десятки. Не знаю, для кого она будет полезна, за такие-то деньжищи. Посмотрел я, как она работает, и ни черта не понял. Ну да, крошит она поверхность как надо, согласен. Но на кой черт эта функция вообще сдалась-то? То ли я чё-то не понимаю, то ли вещь для меня бесполезна. Существуют куда более практичные насадки на ту же болгарку, которые и чёткую функцию выполняют, и не стоит таких баснословных сумм. Сегодня чё только не придумают создатели сумок. А эти китайцы вообще молодцы. С закрытыми глазами делают такие потрясающие вещи. Это была шутка, если что. Я о том, что они красавцы. Создали следующую сумку. Да, это не Луи Виттон и не Гуччи, но тоже ничего. На ощупь приятное. Место не под книжки из библиотеки, но чё-то самое важное должно поместиться. А самое главное – барабанная дробь. У неё есть дисплей. На него выводишь любую картинку и чувствуешься королём. Ну, круто ж, не? Хе-хе-хе-хе. Походу, такой штуки не хватало всем охранникам из фильмов, что любят среди ночи где-то погулять и чё-то поискать. Ну, в общем, это фонарь бита. Думаю, даже самые недалёкие ребята могут догадаться, как она работает. Штукенция прочная, скажу я тебе. Фиганёш такой побалдеет, он явно отключится. Освещение тоже от неё приличное. Не на километр, конечно, но всё же. Спалить говнюка в темноте получится. Поэтому, дорогие наши охранники, берите её себе на заметку. А эта штука представляет собой миниатюрную приставку. Она будет как никогда актуальна для задрота, который, выходя на улицу, не захочет терять время зря, а сразу продолжит играть во что-либо. Ну, хотя как во что-либо? Здесь выбор невелик. Или ты строишь блоки, как в Тетрисе, или в космосе летаешь и лупишь из пушки по астероидам, либо в змейку играешь. А также ещё две игрухи, которые я оставлю в секрете. Сказать, что это необходимая вещь, нельзя. Короче, не берите. А это степлер. Только у него какие-то странные иголки, и спереди какая-то ерунда прилеплена. А, не, погоди-ка, это никакой не степлер. Тьфу ты. Это же это новомодная швейная машинка. Ручная типа. Она маленькая, вот же ей, как тебе вздумается, крутишь сбоку рычажок и шьёшь себе в удовольствие. Правда, то, как она работает, я до сих пор не до конца понял. Если есть профессиональные швеи у меня в зрителях, обязательно отпишите в комменты. Буду рад. Вот, скажи, только честно, я ведь не один всю жизнь задумывался, почему бы не зарядить телефон обычной батарейкой. Ну, типа там, дюрасел, да? Ну, в общем, оказалось, всё время это было возможно. Это портативная зарядка, которая легко крепится на ключи, рюкзак и куда вообще вам угодно. Понял, что пора подарить телефончику пару десятков процентов зарядки? Вставил две батарейки и подсоединил как флешку. Вот и всё, профит. Симпл-димпл или поп-ит. Во-во, и меня тоже это сильно задолбало. Одно и то же слышу до сих пор. Хотя, раз такой резонанс, значит, народу нравится. Вот, кстати, те ещё один вариант поп-ита, выполненного в форме пенала. Это, как мне кажется, лайфхак, чтобы ребёнку не получать люлей от учителя за то, что у него на столе игрушки. А так всё легально. Пенал как пенал. При этом все свойства антистресса в нём сохраняются. Расцвета, кстати, на выбор тут просто море. Что-то на свой вкус точно выберешь. Если ты не хочешь ездить на стандартном мотоцикле или том же велосипеде, то вот тебе интересный комплект, позволяющий вместо заднего колеса поставить такую гусеницу. При этом она реально качественная, сделана из металла и других прочных материалов. Из зарифлённой поверхности она даёт дополнительную уверенность при езде и подходит почти для любой местности. Единственное, что твой железный друг теперь будет в разы медленнее. Об этом не забывай. Я, конечно, всё понимаю. Разработчики там придумывают чё угодно, лишь бы упростить нашу жизнь. Но ластики, электроластики, вы серьёзно? Может ещё и электроподтиратель пятой точки появится, а то ведь я сам-то это сделать не могу. Короче, если ты хочешь максимально упростить себе жизнь, покупай его, конечно. Но, как по мне, лучше переплатить за красивый рисунок на обычной стиралке и пользоваться им собственными пальцами. Тем более детям, которым таким образом ещё и моторику рук развивают, напридумывали, блин. Ну а если ты хочешь максимально обеспечить свою безопасность в столь непростые времена коровы вируса, то прошу маска на всё лицо. Да, она, безусловно, необычная, но такими ведь темпами вообще в костюмах космонавтов ходить можно начать. Стекло у маски довольно прочное и в то же время красивое. Она не тяжёлая, но, блин, эти размеры сводят меня с ума. Короче, не знаю, решай сам, нужно оно тебе или нет. Я всё же проследую за своим консерватизмом, который зовёт меня в глубине души. А это автоматический улей, который сам собирает мёд прям в банку. Хотя вряд ли кто-то из моих подписчиков занимается этим, но всё равно скажу, а вернее предупрежу вас, что наши китайские друзья зачастую продают подделки. В итоге пчёлы на такие соты просто не садятся. Слушай, скажу тебе по чесноку, я вообще в душе не понимаю, что это такое. Знаю лишь, что игрушка является копией какого-то предмета из игры. На этом, собственно, и всё. Ах да, могу сказать её название. Пип-бой. Если ты играл в Fallout, то тебе тут, в отличие от меня, всё будет понятно. Некоторые элементы управления работают по назначению, однако большая часть крутилок и кнопок исключительно декоративные. Мне вот только одно интересно. А давление сердечное может измерить или нет? Хе-хе-хе. На дистанционке моим лучшим другом стал не Вася из второго подъезда, а мой кот. Хотя я всегда любил играться с мелким засранцем, но со временем он стал требовать всё больше внимания, а я всё больше погрязал в долгах и работах. Благо я нашёл эту фиговину, являющуюся чем-то по типу спиннера, только для животных. Она липится к поверхности, крутится, издавая звуки хруста и даже светится, как мигалка. Мой кот эту тему заценил. Теперь каждый из нас занят нужным делом. Помнишь тот момент, когда ты на природе и на тебя светит солнышко? Топовая погода и всё такое. И тут кайф обламывается кровососущими тварями. Ух, как я их ненавижу! Короче, я обычно как делал? Слюну на пальцы на место происшествия. Правда, это слабо помогало, но всё же. Оказывается, можно было юзать эту ручку. Прикладываешь её к вздутию, пока горит зелёный фонарик и держишь. Как только он исчезает, сразу же убираешь ручку. Эффект не такой, что прям всё сразу проходит, но легче станет. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребём 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет! Субтитры создавал DimaTorzok